всем привет меня зовут смирнов алексей я бэконт разработчик студии флаг сегодня мы будем разговаривать про создание пакетов под ларвел сегодня мы напишем свой пакет и так сперва переходим в наш проект мы будем создавать свой пакет внутри проекта мы сделаем папку так и здесь и в ней создадим новую директорию флаг назовем так мы будем писать пакет который будет в себе содержать функционал для авторизации и аутентификации логин регистрация заброс пароля и так далее делать мы будем это прям в своем проекте чтобы не коммитить каждое свое изменение в гитхаб и не обновлять в композере пакет так будет быстрее мы подключим просто локально свой пакет через композер и так будем разрабатывать наш пакет прежде чем уже начнем делать какие-то коммиты в гитхаб для начала мы создадим файл нет так перейдем сначала в эту папку и здесь ранициализируем свой новый гид и начнем создавать свои файлы сначала мы создадим файл ридми так вот потом его заполним и нам нужен композер джейсон файл так и еще нам понадобится папка серси где все будут наши файлы нашего пакета и хранится заполним джейсон композера у нас будет имя пакета напишем пока флаг студия слышь house флаг description пока что ставим пустой и нам нужен будет диктория require здесь у нас будет печь пи версии 80 даже нет 80 нормально так и нам понадобится зависимость от одного пакета larval конкретно саппорт мы будем использовать хелпер функции и все остальное версию мы возьмем 883 так это текущая версия larval которую у нас в данном проекте так таким образом и нам еще нужно указать автолот psr4 и указываем здесь флаг studio в обратно в обратных слыша house флаг снова 2 обратных слыша и указываем путь уже до самих файлов это серси то есть создали свое пространство имен который будет выглядеть как флаг студия house флаг и файлы по этому эмспейсу будут загружаться из нашей папки серси начнем мы с ресурсов потому что у нас будет ресурсы это будет assets нашей стиле и картинка одна будет у нас и это будет view таким образом я просто скопирую у нас будет только один файл со страницы логин с формой для логина другие страницы такие как регистрация или смена пароля мы не будем в этом видео делать потому что одной формы этой будет достаточно чтобы показать сам принцип дальше остальное реализовать будет несложно ресурсы у нас есть но нам нужны рауты который будет выводить данные ресурсы так и у нас будет файлик не класс файлик web.php сперва мы пишем раут первый наш раут будет get и здесь мы воспользуемся helper функции конфиг так как я хочу чтобы например данный раут можно было изменить на какой-то свой чтобы это задавалось в конфигурации пакета сделаем это таким вот образом соответственно house контроля будет называться класс ну и метод пусть будет форм например и дадим ему имя name flag house форм вот таким образом и сделаем второй раут только методом пост чтобы уже проходить саму аутентификацию ну путь будет логин называться и в name форм заметим на логин соответственно теперь нам нужно создать наши контроллер http просто скопирую который у меня уже есть здесь у нас будет сам логин контроллер так я написал аус логин конкретно за логин отвечает а не за всю аутентификацию соответственно здесь есть два метода форм и логин как в раутах указано форм будет просто нам возвращать нужные вьюху метод логин будет производить саму аутентификацию нашего пользователя но это просто стандартный пример из в общем-то из документации тут никакой логики особо нет просто email пароль больше ничего вход данный метод принимает логин клиент request где email и паспорт для демонстрации того будет достаточно так здесь подключим перейдем в браузер если у нас есть страница логин из для прошлых наших видео соответственно мы для этого использовали аустрауки комментируем потому что он свои рауты здесь использует данный момент у нас никаких раутов нет потому что пакет во первых не установлен во вторых ларовал не знает о том что он должен отсюда из нашего пакета как-то достать нужны ему рауты нужно ему view файлы нужно ему ассо стиле и так далее чтобы наш пакет начал работать с ларовал вернее ларовал мог использовать наш пакет первое что нужно сказать ларовал о том что у нас есть свои рауты и что их нужно загрузить и свои view компоненты соответственно для этого мы берем и в директории с рси создаем новый класс с сервис провайдером таким вот образом вот здесь нам понадобится метод будет переопределим его таким образом чтобы для начала загрузить свои рауты мы воспользуемся следующим методом лод раутs from и укажем свой путь до нашего файла с раутами нашу дочь это файла веб он находится в нашей в директории где находится провайдер потом в раутс заходим и обращаемся к файлу в печке но перед этим нам еще нужно данный пакет установить чтобы установить качество зависимости локальный пакет который мы сейчас пишем нам нужно в своем файле composer джейсон внутри самого проекта нашего нам нужно указать здесь в директории репетиториев указать тип и у него будет данном случае тип пас и соответственно сам url которым будет являться путь до до нашего пакета путь искать указывается из корня packages и нас там аус флаг и так мы прописали откуда мы должны устанавливать наш пакет соответственно дальше мы берем и установлен этот пакет через композер сам и он его снова так как будто бы он забирает его из какого-то внешнего репозитория на самом деле он просто скопирует вернее даже не бы этого копировать а создаст просто ссылку в директории вендор на нашу директорию вот флаг студия и вот ссылка на наш пакет аус флаг где собственно все файлы естественно вот таким вот образом и теперь благодаря этому на все изменения которые мы будем делать внутри нашего пакета которым будем делать в провайдере в репозитории в раутах нам не нужно будет обновлять пакет композере композер апдейт делать и нам не нужно будет делать комит и чтобы загрузить нового изменения и можем спокойно разрабатывать свой пакет и так пакет мы установили соответственно в нашем провайдере мы указали что нам нужно загрузить все рауты из-за файлов в печке проверим появились ли наши рауты используя команду раут лист и сделаем греб флаг ничего не появилось то есть раутов таким именем нашем проекте в ларовал не появилась ларовал ничего не знают он не загрузил наш провайдер первый способ как мы можем загрузить наш провайдер это дойти в конфиг как подключить пакет сам в и здесь в этом месте указать наш провайдер так он здесь нет namespace флаг студию слэш обратный аус флаг так включаем пакет провайдер и пытаемся снова вывести наши рауты и вот рауты появились потому что наш провайдер теперь зарегистрирован и соответственно все настройки его настройки дай контейнера сервис провайдера с пара вал их загружает и мы можем соответственно использовать все что мы определим в провайдере это первый способ и здесь получается что нам нужно будет в нашем ридме указать какую-то настройку укажем здесь так вот installation для простоты просто перечислить команды как устанавливать наш пакет первую очередь это будет подключить через за require компойлер композер require вернее это провайдер конфиг печки например так или же мы можем сделать так чтобы пользователю при установке не нужно было подключать наш провайдер и чтобы ларвал сам и автоматически загружал нужный нам провайдер и то же самое он может делать со всеми фасадами уберем эту строчку отсюда накроем ридме уберем отсюда подключение нашего провайдера закроем конфиг и перейдем в файл композер джейсон нашего пакета теперь здесь мы можем указать директорию экстра здесь у нас будет ларовал и внутри него еще быть провайдер 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 со двоеточие и здесь массив в данном случае мы указываем флаг студию опять же два обратных слэша аус флаг два слэша и скопируем имя нашего провайдера это заставит ларовал не ждать чтобы мы подключали наш провайдер где-то его регистрировали а он сам автоматически все это сидит сейчас вот проверим что у нас нет таких раутов потому что мы убрали из конфига теперь нам нужно композер апдейт сделать апдейт нашего пакета образом он обновил все зависимости снова повторяем раут лист и наши рауты вновь появились теперь все что мы делаем также будет автоматически отражаться на нашем проекте и будет автоматически загружаться потому что мы здесь указали провайдер соответственно если кто-то вдруг захочет воспользоваться вашим пакетом то ему не нужно будет дополнительно куда-то подключать ваш провайдер то же самое можно сделать и с фасадами идем дальше смотрю что у нас в браузере над found потому что потому что у нас в раутах здесь указано ничего так как мы в файле в печке указали что мы ожидаем данных из-за нашего конфига который мы определили вот здесь соответственно нам нужно создать директорию конфиг с нашими конфигами и создадим файл ausflag php здесь мы следуем return массив и определим наши переменные первое чисто будет url и пусть будет по дефолту это просто логин вот таким вот образом если вы снова посмотрим наши рауты ничего не изменилось потому что наш конфиг опять же не загружается чтобы он стал доступен нам внутри нашего пакета внутри файлов нашего пакета а также и за пределом пакета внутри нашего всего проекта нам необходимо данный конфиг загрузить это опять же делается в провайдере для этого нам понадобится переопределить метод регистр и написать следующий код здесь вызвать мерч конфиг пас и здесь указать опять же дир и в кавычках мы указываем конфиг и потом house flag . печки ну и нам нужно еще добавить ключ по которому данный конфиг будет находиться и сделан такой же как и сам само название файла вот таким образом теперь если мы опять же сделаем вывод всех наших раутов то мы увидим что у нас появился url логин это не просто корень сайта а именно страница логин соответственно мы здесь делаем загрузку но наши view который мы пытаемся подключить не найдены потому что мы не подключили теперь view возвращаемся и подключаем чтобы подключить в проект laravel свои вьюки из пакета нам необходимо взять функцию load view from и точно так же как и с раутами указать директорию откуда они будут загружаться так и путь данном случае будет и view и указать также пространство имен сделаем такое же как у конфиг файлов теперь перейдем в контроллер и здесь мы следующим образом указываем наши вьюхи а сначала мы указываем а вот флаг namespace который мы здесь указали при подключении при загрузке view файлов и компонентов и затем через двойное двоеточие указываем имя самого файла login blade php теперь если мы обновим так какая-то ошибка и скорее всего мы просто здесь неверно указали путь возвращаемся в браузер и вот наша форма загрузилась наша вьюха отобразилась но единственное здесь нам сейчас не хватает наших ассетов не хватает стилей не хватает картинки она не может загрузиться и ее нам тоже нужно сейчас добавить в проект laravel из нашего пакета чтобы загрузить свои ассеты в проект laravel в нашем сервис провайдере укажем следующую команду команда publish it и здесь в массиве укажем сейчас все пути к файлам которые нам нужно будет загрузить и нужно указать группу house flag ассет теперь указываем пути первое вот ресурс ассет и загрузим сначала стили путь будет загрузим их по пути public пик пас мы используем психопер функции laravel неправильно вендор а вот флаг ну и сесс будет из данной директории у нас будет загружена все наши сесса стиле которые у нас здесь будут также загрузим еще картинку один файл это также обращаемся к ресурсу ассет и указываем название logo svg и загружаем опять же по тому же самому пути только здесь logo svg теперь нам нужно опубликовать все наши ассеты для этого вызываем команду vendor publish и указываем так и в качестве тега будет как именно данная группа именно данная группа выполняем и данные файлы были опубликованы в нашей паблик директория вендор а вот флаг и вот наши два файла файл со стилями и иконка так проверим что у нас теперь в браузере как изменилось и все начало работать стили подгрузились картинка иконка подгрузилась все заработало здесь еще интересный момент может быть после первой публикации если мы впоследствии что-то захотим изменить в своем пакете например в мы решили здесь изменить как-то свой текст в blade шаблоне внутри своего пакета так как мы его не публиковали то он получается будет загружаться также из пакет то есть вендор директория а вот стили которые мы здесь указываем например пусть будет здесь изменим ширину страницы стили при этом не меняются чтобы они изменились нам придется выполнить тот же команду publish повторно опубликовать то есть наши изменения но если мы выполним как команду вот таким образом то файлы останутся не затронутыми нам нужно сделать выполнить данную команду с флагом force тогда он перезапишет все файлы которые были опубликованы до этого в противном случае если бы мы без этого флага выполнили команду он бы опубликовал только новые файлы например которых раньше не было теперь форма изменилась но вернем обратно только значение опять попробуем давайте же создать без форсу ничего не изменилось хотя он опубликовал именно он пишет что он скопировал файл но ничего не изменилось добавим обратно force все вернулось обратно вот это нужно не забывать и здесь давайте тоже уберем единички вот форма у нас есть идем дальше теперь переходим в файл web php в наших раутах и здесь мы добавим вот такой вот простой url вернее раут на который мы будем переходить при авторизации чтобы на данный раут нас перекидывал нам нужно зайти в мидал вар аутентификейт так нет не в это в ряда и рак ты аутентикейт и здесь будет какое-то другое значение возможно у вас заменяем ее на то которую мы указываем здесь в нашем случае это хоум и тогда у нас будет редирект после успешного входа при успешной авторизации теперь попробуем выполнить вход через нашу форму под таким пользователем и сейчас пользователь не авторизуется не сохраняется в сессии в общем это все не работает для того чтобы начало работать нам нужно зайти в веб и посмотреть что здесь у нас не используется мидал вар из группы в то есть нам нужно сделать так чтобы эти рауты обрабатывались всеми мидал варами которые есть в в сейчас покажу наверное чтобы было понятней есть в кернул есть группа мидал варов для веба где у нас идет работа с сессиями с ссрф токеном и тем остальным поэтому здесь нам нужно сделать добавить мидал вар сделано это каким-то образом веб и обняем в одну группу наши рауты из данного пакета сюда вставляем таким вот образом здесь у нас также ничего не появится потому что нужно обратно перейти на форму логина и повторно ввести данные админ пароль тоже у нас админ и вот теперь у нас все заработало нас перекинуло на страницу home и homepage для администратора теперь наш пакет полностью работает мы попробовали все что нам нужно было для реализации пакет с авторизацией с функционалом авторизации рыбы мы могли подключать к разным своим проектам последнее что еще мы посмотрим это это то как создать свой фасады для своего пакета и чтобы его можно было удобно использовать впоследствии везде во всем проекте который мы будем подключать свой пакет для начала создадим простой класс печки флаг и в нем будет два метода простых нейм который просто будет возвращать нам название своего этого пакета флаг ну и все нам для демонстрации хватит это также создадим еще один класс house флаг фасад и он будет нашим фасадом и он должен наследоваться от фасада larval и он должен реализовывать один единственный метод статический get фасад аксессор таким вот образом и здесь мы указываем свое название путь бы этот аус . флаг вот таким вот образом и теперь будем использовать фасад например прямо здесь для примера чтобы ничего больше не создавать фасад и попытаемся вызвать метод name вот таким вот образом обращаясь к фасаду фасад обратиться достанет из контейнера нужный класс а вот флаг по ключу вот этому и вызовет у него метод name и соответственно вернет нам результат здесь сейчас здесь обновить страницу то он не может найти данный класс чтобы подключить создать эту связь и в я и контейнере larval между фасадом и файлом который он будет использовать нам нужно обратиться здесь к временной app и связать их между собой для этого пользуется метод bind в качестве абстракции мы укажем имя а вот флаг вторым параметром мы передаем функцию и она уже будет нам возвращать house флаг new house флаг теперь если мы обновим то мы получили название нашего пакета который мы и хотели таким вот образом также здесь можно сократить до следующей записи может стать вот таким вот образом обновляем и тоже все работает и запись получается чуть короче и так у нас все работает авторизация у нас есть фасад есть у нас весь функционал который нам нужен был для демонстрации разработки пакетов под ларовал мы рассмотрели поэтому на этом я заканчиваю спасибо всем за внимание увидимся в следующих видео всем пока